Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Итак, перейдем к экономическому календарю. Сегодня у нас 15 марта. Ну, понедельник уже закончился, поэтому смотрим вторник. Так, выступление председателя Банка Японии с утречка будет. Давайте посмотрим. Затем в среду торговый баланс по Японии. Опять вот здесь будет несколько новостей. Тоже можно присмотреться. Ранняя новость. По Америке на 19.30. Вот есть одна важная новость. И также много новостей просто по Америке. Наверное, если что-то и будет в этот день двигаться, то вот по Америке. 19.30. О, ну и решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференции в 23.00, в 23.30 в среду. Здесь, наверное, будет движуха. Давайте поторгуем. Четверг. По еврозоне выступление президента ЕЦБ. 13.00. Давайте посмотрим. Ну, вот еще по Банку Швеции. 14.00. Все. В четверг встретимся на моем канале. По ссылке внизу будет описание. Ну, ссылка будет на мой канал. Перейдем к терминалу. Евро-доллар. Сегодня намечается консолидация. Наверное, рынок думает, что будет дальше. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть трендовые линии. Это, скажем так, база. Без них никуда. Здесь вот такая консолидация. Уровень поддержки, который сейчас пробивается. Возможно, пойдем дальше вниз. В общем, основные пункты такие. Дальше будем смотреть по ситуации. Ну, если взглянуть аж один, что мы видим? Та самая коррекция евро застопорилась немножко, да? Не дошли вот до этого уровня, о котором я говорил на прошлой неделе. Да, да. Если, конечно, пойдем еще вверх, до него дойдем. Возможно, от него будет коррекция все-таки. То есть, продлеваем немножко этот уровень. Вот так, в целом, больше здесь пока. Ну, нижний, понятно, до него далеко. Пока что это все, на что можно рассчитывать. Еврофунт. Еврофунт у нас. В расширяющемся каком-то треугольнике, наверное, даже. Я бы так его назвал, да? Что-то такое. Что-то такое. То есть, сначала мы спустились, законсолидировались, а сейчас пошла раскачка. Вот, раскачка. Возможно, он сейчас клюнет вниз и полетит вверх. Вот, почему-то у меня такое ощущение. Ну, давайте смотреть вместе. Что у нас здесь есть. Кстати, сегодня я успел сделочку уже сделать. Вот, по еврофунту. Вот, по еврофунту. Смотрим. Вот, вот эта вот консолидация. Вот она. Вот она себя очень хорошо отработала. То есть, это была линия сопротивления. Еврофунт пробил и вернулся обратно. И в этой зоне стала линия поддержки. И хорошо отбил. То есть, зеркальный уровень отлично себя отработал. Единственное, я поздно в него вошел. Заметил, не сразу. Но, вот, 58 пунктов здесь было. Да, даже больше было, да. Можно было, в принципе, с трейлинг-стоп. Кто любит трейлинг-стоп, трейлинг-стоп может по моей стратегии выдерживать и более длинные движения. Но я предпочитаю взять сразу. Сейчас у нас цена ходит вверх-вниз. Давайте посмотрим, может линия Фибоначо здесь что-то нам подскажет. Да, собственно говоря, Фибоначо уже, вот, в этой зоне уже отбилась. Вот она была. Была уже на 61,08. Теперь уже поздно пить боржомин, как говорится. Пока все. Вот эти линии рассматриваем только. Линия поддержки, сопротивление. Ну, это вообще, я думаю, здесь только можно вот так поставить. Горизонтально больше ничего. Так, можно еще наметить вот таким образом. Все, пока что здесь все. Фунт-доллар. Ну, давайте отметим сопротивление. Также у нас вот это есть сопротивление. Имейте в виду. Здесь можем сделочки на продажу смотреть. Здесь тоже на продажу. Ну, практически только что отрисовали, да, этот уровень. Если пойдет дальше, отбиваться от него не стоит. Но если он дойдет до этого уровня, до верхнего, и вернется обратно, тогда можем здесь рассматривать сделки на покупку. Золото. Золото тоже сформировало новый максимум здесь, локальный. Ну, скажем так, глобальные уровни поддержки, сопротивления, да. Цена очень быстро, динамично движется. Думаю, какие-то промежуточные уровни здесь рассматривать пока нет смысла. Просто по классике рассматриваем здесь продажи, здесь покупки. Так, что у нас с нефтью творится? Нефть посыпалась вниз. Сформировали мы, да, уровень, опять же, сопротивления хороший. Будем рассматривать здесь продажи. Так, ну и пока что, может быть, еще вот этот вот уровень вот такой вот. Он слабоватый, но можно поэкспериментировать. Можно поэкспериментировать на покупке здесь. Ну и так, канадец. Что у нас с канадцем? Канадец у нас ушел вниз. Так, вот здесь вот этот уровень можно нарисовать. Вот. Можете рассматривать здесь на продаже. Все. Пока что идет трендовый. Такой тренд очень хороший. Можно, конечно, вот такие еще варианты рассматривать. Но они слабоватенькие. Да и не соединяются с этим уровнем. Я думаю, лучше это удалить. Пожалуй, только один такой уровень. Ну и биткоин давайте глянем напоследок. Сегодня очень хорошо себя отработал уровень сопротивления, который стал поддержкой. Ну вот он. Вот очень хорошо здесь отбился в этой зоне. Сейчас просто шикарно. Он же стал вообще второй раз уже. Да, вот здесь он был сопротивлением, стал поддержкой. Опять стал сопротивлением. Прямо я говорю, биткоин сейчас ходит как часы. Прямо по зеркальным уровням. Очень красиво. Смотрите, присматривайтесь. Вот этот уровень наверняка отработает себя еще на продажу. Но очень краткосрочно. Долгосрочные прогнозы здесь не делайте. Не стоит строить иллюзии. Все. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.